всем привет у нас середина января и хотел я вам рассказать сегодня приехал такой автомобиль называется он джип гранч роки джей лоредо комплектация лоредо то есть я чуть дождался пока солнышко не сильно так будет бить значит что интересно в этой комплектации скажу сразу диски здесь стоят неродные я фотографию поставлю какие должны быть родные по состоянию он довольно хороший но как бы человек сказал что на фронтной краски я говорю родной краски должны быть полосы полос нет соответственно краска здесь не родная насколько я знаю ну а так что мы от лоредо знаем у нас на лоредо идут не окрашиваемые листва и бампера цвет кузова они имеют серый окрас относительно лоредо потом у нас идет хромированная решетка радиатора это дори стайл она ниже так ну судя по нижним поворотникам это канадец почему я еще сделал такой вывод что канадец по антенне но это пока предварительный такой осмотр что у нас тут еще и сейчас значит в лоредо во первых сейчас прикрою от солнца в лоредо ручки стоят не хромированные а черные это раз на обшивке нету деревянных вставок то есть черная обшивка идет без деревянных вставок это два но панель дори тайлова понятно значит сиденья сиденья у нас идут велюровые и вот это сиденье она даже на девяносто третьем году без регулировки электрической то есть у него вот так регулируется пассажирское сиденье это относительно кстати о том как устают потолки на грандах известно всем но здесь только в одном месте потолочек немножко провис так и целый так что у нас еще имеем в лоредо у нас в лоредо нету здесь видите нету освещения водителя только посередине лампочка вот а люка нет ладно когда люк тогда один впереди где зеркало а второй здесь а посередине люк но так как это лоредо ограничились фонариком то есть лоредо но грубо говоря это комплектация босс бош тубле бомж то есть хуже его был только бас вот на двести тридцать первой раздатки так здесь у нас раздатка кстати двести сорок вторая раздатка стоит довольно интересно что еще у нас на лоредо на лоредо у нас еще бортовой компьютер стоит совсем другой отличается но я ведь встречал из как с лимитедовскими борт компьютер но здесь вот такой борт компьютер и управление здесь не климат а кондиционер управление с трех ручек и она вакуумная печка вакуумно управляется так идем дальше что у нас у нас идет черный салоне пластик не под дерево а черный здесь понятно что это не родная поэтому по салону пока вот так сейчас посмотрим что у нас еще что я еще вспомню от лоредо такого чем отличался у него кстати что интересно нету ни крюков буксирных не сзади не спереди вот то есть это шло девяносто третьем году как топ опция не знаю как потом пошло дальше как доп опция шло и у него нету ни одной защиты нету нигде защиты не на раздатку не бака не рулевых тяг на рулевые тяги скорее всего стоит там просто пластмассово это видите у нас не защиты бензобака нету ничего вот так машинка довольно приличном состоянии даже запаска стоит но как вариант могла стоять на лоредо докатка хотя как только уже не встречаешь ну пока мы здесь видим полноразмерную раздатку кстати что не за и железная запаска железная запаска думал может родная так довольно машинка ухоженная вот у нас кстати в анапе середина января скоро крещение вот значит соответственно крещенские морозы будут пока вот так ну вот то что я вспомнил хотел рассказать о комплектации лоредо а вот еще чего лоредом пластиковые накладки на порогах вспомнил да на них шли и шли ну по крайней мере на 93 году шли барабанные задние тормоза так я вижу что конечно человек довольно ухаживает за машиной вот все вымыто там чистенько могу только похвалите мотор здесь возможно 4 литра сейчас глянем да здесь мотор четырех литровый у нас еще на лоредо интересно заходи товарищ генераторщик заходи так вот тут стекло фары стекло европа фары стоят должен быть пластик логически если это канадец сейчас посмотрим что тут еще мы интересного видим так ну вот еще решил взглянуть в салон значит что мы здесь видим сто восемьдесят шесть тысяч миль пробег по состоянию машины похоже и в милях миля значит скорее всего ли канадец или американец ну судя по антенне склоняюсь что он канадец хотя с другой стороны на канадцах логически здесь должна быть офф ой не офф авто то есть авто включение ну короче вот такое вот пока все загадочно интересное так что вот так хотел немножко рассказать еще о лоредо снизу значит что у нас так как он первых годов выпуска соответственно на нем стоят крестовины то есть в приводах стоят крестовины что мы еще можем увидеть такого интересного ну по крайней мере визуально он в порядке но вот стоит здесь стабилизаторе капролактан но это он не не нравится как он ходит и и стоят рестайловые стойки стаба это довольно таки видимо решили поменять но мне не нравится честно говоря рестайловые стабы потому что они стоят космос и току лучше тогда уже усиленные сделать но тут я вижу немножко масло с угла подтекает соответственно надо просто резинки выйти в углу поменять будет порядок вот она вниз туда все стекает получается и получается попадает в стартер и стартер со временем умирает коробка я думаю скорее всего здесь стоит а в 4 японская у ней должен шильдик добыть вот айсен то есть с правой стороны коробки должен быть и шильдик его написано айсен коробка здесь стоит японская также мы видим подтекающий сальник переднего моста вот и на крестовинах у нас получается на крестовинах на лоредо дорестале идут карданы здесь также бы не помешало проверить сапун заднего моста продувается ли он что здесь еще защит как я говорил уже нету слова совсем ну посмотрите какое прекрасное состояние кузова порогов и всего тут даже нету намека на ржавчину от слова совсем то есть немножко логически дать ему ума и будет машинка в полном порядке с вами был колюня джипер и хотел вам рассказать про комплектацию лоредо будьте со мной и что нибудь полезное я вам обязательно расскажу